В 2021 году президент Узбекистана Шавхат Мирзияев поручил продолжить работу по реабилитации басмачей. Заявление главы узбекского государства прозвучало во время выступления на аллее Шахидлар Хотираси в Ташкенте по случаю Дня памяти жертв репрессии. Мирзияев открыто назвал басмачей лидерами с большим потенциалом, лучшими представителями узбекского народа, умными людьми, которые открыли бы глаза узбекской нации и укрепили бы самосознание узбеков. Они провинились перед советской властью лишь тем, что были великими, поэтому необходимо восстановить честь и достоинство остальных борцов за национальную независимость Узбекистана. Вот эти слова произнес Шавхат Мирзияев. Самое интересное, что среди 115 узбеков, реабилитацию которых Мирзияев назвал торжеством справедливости, есть легендарный Курбаший Ибрагимбек, человек, которого советские историки называли самым страшным дикарем и который на протяжении 10 лет практически был лидером всего басмаческого движения. В 1931 году, во время очередного боя с советскими пограничниками, Ибрагимбек был пленен и расстрелян чекистами. Таким образом, в Узбекистане на самом высоком уровне началась работа по восстановлению имен тех героев, которых в советское время называли басмачи, то есть налетчики-бандиты, которых старались показать грабителями, насильниками, убийцами. При этом, если просто для сравнения посчитать, то окажется, чекисты из НКВД убили, изнасиловали, а грабили намного больше людей, чем все басмачи вместе взятые. Достаточно просто посмотреть число беспризорных казахских детей, которых чекисты определяли в детские дома, как детей врагов советской власти. В начале 1932 года таких детей было 20 700 человек, а в начале 1933 года уже 71 тысяча. А куда делись их родители, бабушки, дедушки, родственники, как вы думаете? Ведь в казахском народе вдов и сирот всегда брали под свое покровительство родственники. Если в степи скиталось тысячи сирот, значит их родственников просто-напросто перебили чекисты. Убить десятки тысяч людей такое басмачам даже не снилось. И в современном Узбекистане стали постепенно понимать, кем на самом деле были басмачи и за что они сражались. В Казахстане же, к сожалению, подобный процесс даже не начинался, хотя казахский народ поднял самое большое количество восстаний против советской власти. Только по официальным данным самих советских историков, в 1929-1932 годах казахи подняли более 300 восстаний. А сколько было на самом деле, мы никогда не узнаем. Но и дураку понятно, что на самом деле антисоветских восстаний в казахской степи было намного больше. Так вот, самое обидное, что до сих пор остаются неизвестными имена тех казахских батыров, которые возглавляли эти восстания. До сих пор все они остаются с ярлыком «басмач» или «банда», которым повесили советские чекисты. А ведь любой из них был выдающейся личностью. Практически все они имели звание «батыр» или «би». Многие прославились как известные акыны. Почти все являлись потомками самых прославленных сынов казахского народа. То есть «тик тежерден шканеда». Именно благодаря своему происхождению и личным способностям эти казахские батыры не могли просто сидеть и смотреть, как у казахов забирают их исконные земли, как у казахов почти полностью забирают их скот и оставляют умирать. Вот почему лучшие сыны казахского народа сели на своих коней и взяли в руки оружие. Вот почему многие из них отдали свои жизни. Да, понятно, в советское время вернуть народу имена этих батыров было невозможно. Но сегодня, когда Казахстан уже 30 лет называется независимым государством, этот процесс можно было бы хотя бы начать. Тут кто-то может задать вопрос, а зачем сегодня нужна реабилитация этих давно погибших батыров? Ответ крайне простой и заключается в двух факторах. Во-первых, казахи должны узнать, что гордый казахский народ не был наивной жертвой советской власти. Нет, отважные и смелые казахи как могли старались дать отпор попыткам Красного Кремля уничтожить казахский народ. Да, практически все эти восстания потерпели поражение, а их руководители были казнены. Но эти восстания показали, что казахи никогда не согласятся быть простой жертвой, и советские руководители были вынуждены постепенно изменить свою политику. Мы должны помнить, если бы не было этих батыров, то в 1933 году Галащокина из Казахстана не убрали бы. Именно это огромное количество восстаний казахских батыров показало Сталину – Галащокина надо убирать из Казахстана. Именно эти батыры своей самоотверженной борьбой вынудили Сталина прекратить политику русификации и перестать забирать казахские земли. Во-вторых, не секрет, что у Казахстана есть внешние враги, которые в тайниках своей души лелеют надежду захватить нашу землю. Так вот, пропаганда казахских батыров, которые ценой своей жизни отстояли право казахского народа на существование, должно показать таким противникам – казахский народ – это народ батыров, и когда над родиной нависнет угроза, тысячи казахских джигитов повторят подвиги своих предков. Вот почему нужно вернуть казахскому народу его батыров, и не только в их честь называть улицы. Нужно изучать этих батыров на уроках истории в обычной школе. Но кто мешает сегодня нам реабилитировать своих батыров? Я считаю, что этому мешают две причины. С одной стороны, это, конечно же, огромное давление России. Российские руководители прекрасно понимают, что произойдет, если миллионы казахов вдруг узнают всю правду о вкладе советской власти в уничтожение казахского народа, в истреблении лучших сынов, в незаконном присоединении казахской земли. Такая историческая правда приведет к резкому уменьшению позитивного образа России. Вот почему российские руководители делают и будут делать все возможное, чтобы казахи как можно меньше знали свою историю. С другой стороны, реабилитации казахских батыров, которые советская власть называла басмачами и бандитами, мешают внутренние силы. Ведь если будет раскрыта правда о том, за что на самом деле боролись эти басмачи и банда, то автоматически карателями станут те, кто подавлял их восстания и кто их расстреливал. А ведь многие из тех, кто активно боролся против басмачей, сегодня занимают самые почетные места в истории Казахстана. Например, мало кто знает, но свой первый орден Красного Знамени прославленный генерал Сабар Рахимов получил именно за борьбу с басмачами. Также нам не говорят о том, что легендарный Иван Панфилов с 1921 по 1924 годы боролся с бандитизмом на Украине, а в 1924 году его как опытного командира перевели в первый туркестанский полк, и до 1937 года он активно боролся с басмачами и даже получил за это свой второй орден Красного Знамени. Откройте биографию любого советского военного, который к 1945 году имел звание генерала или маршала. И вы там увидите, почти все они свою молодость провели в качестве красных командиров в степях Туркестана и получили свои первые ордена именно за бои против басмачей. И конечно же, если в официальной истории Казахстана басмачи будут названы героями борьбы за свой народ, то возникнет много вопросов к тем советским деятелям, в честь которых в Казахстане названы целые поселки и улицы. Но я считаю, что реабилитировать казахских батыров, отдавших свои жизни за родной народ, надо. Ведь, как сказали наши предки тысячу лет назад, При этом спокойно можно, возвращая имена казахских басмачей, оставлять на уже занятом педестале и тех, кто с ними боролся. Просто для этого нужно проводить большую разъяснительную работу и показать. Советское время было очень непростым временем, И коварные большевики потому и победили, что смогли одних людей использовать против других. И каждый считал, что он защищает интересы страны и народа. Поэтому на почетном месте в истории Казахстана должны стоять рядом и банда Амангали, и генерал Рахимов, который воевал против таких батыров. Они своим примером должны показать, «Когда народ теряет свое единство, один батыр сражается против другого батыра». И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими людьми, как Амангали батыр и Хнускири батыр, мы должны только гордиться.